ТОСБМ Всем привет! В ходе подготовки обзора данного ружья у меня возник вопрос. Это ТОСБ или ТОСБМ? ТОСБ выпускался с 1902 по 1956 год. В официальных источниках указано, что ТОСБМ начал выпускаться в 1957 году. Тогда как год выпуска конкретно этого ружья – 1955. Логично предположить, что это ТОСБ. Но не все так просто. Основные отличия у довоенных ружей в том, что цевье запиралось на кнопку. У послевоенных – на защелку. В этом ружье цевье запирается на защелку. У ТОСБМ прорезь в колодке в виде креста, а у Б – прямоугольная. В этом ружье – колодка в виде креста. Кроме того, основное отличие модели БМ от модели Б – в том, что хвостовик ее колодки длиннее и значительно выходит за ключ отпирания ружья. На фотографии это отчетливо видно. Справа ТОСБМ, слева ТОСБМ. Хвостовик ТОСБМ гораздо длиннее. В этом ружье – длинный хвостовик. Патронник ТОСБМ изготавливался под бумажные гильзы. ТОСБМ – под бумажные латунные. У ТОСБМ левый ствол делали сверловкой чок, правый цилиндр. У ТОСБМ дульные сужения каналов стволов стандартные – получок и чок. Стволы в обоих ружьях не хромированные. Хромированный ствол появился только у ТОС-63 и в его последующих модификациях. Также следует сказать, что охотничье ружье ТОСБМ имело несколько вариаций, которые отличались методом крепления стволов, формой ложи и приклада и породой древесины, из которой изготавливались приклад и цевьё. Так первые экземпляры модификации ТОСБМ, которые выпускались сразу после окончания Второй мировой войны, имели стволы, скреплённые муфтами, а не спаянные между собой. Также характерной особенностью данного ружья можно назвать наличие полных подкладных замков, обычный верхний ключ затвора и курки с отбоем. Широкое английское цевьё с кнопкой, а также патроники, созданные под любой тип гильзы от латунных до папковых, отличали первые модели средины 40-х годов. А важная черта, по которой можно отличить вариант ТОСБ до военного времени, это немного изогнутый и выпуклый гребень, расположенный ниже бойков и по бокам колодки. Несмотря на все отличия, встречаются так называемые сборные солянки, когда в одном ружье детали от ТОСБМ и от ТОСБМ. Что касается этого ружья, то судя по отличительным особенностям, это ТОСБМ. И хотя год выпуска ТОСБМ официально 1957, а данное ружье 1955 года выпуска, переход от одной модели к другой был не мгновенный, а растянутый по годам. Также встречаются ТОСБМ 1953 и 1954 годов выпуска. Надеюсь, это видео поможет вам определить, что за двухстволка у вас, ТОСБ или ТОСБМ модифицированный. Если вам известны другие отличия ТОСБ от ТОСБМ, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите мои другие видео на оружейную тематику. Всем пока!